К 16 годам колонии строгого режима приговорили журналиста американского издания Эвана Гершковича. 29 марта 1923 года он приехал в Екатеринбург писать о ЧВК «Вагнер» и о войне в Украине. В этот же день журналист Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан по обвинению в шпионаже. Журналист якобы осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая. Каждое последующее заседание по бере пресечения суд продлевал на три месяца. В общей сложности Эван провел в СИЗО более года. 26 июня в Екатеринбурге начался процесс по его делу. Прокурор запросил для журналиста 18 лет лишения свободы, когда максимальный срок по этой статье – 20 лет. Суд завершил следствие по делу Гершковича за два заседания. Сегодня состоялись премия. Американский журналист выступил с последним словом. Вину он не признал. Слушания прошли в закрытом режиме. Эван Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным в России по обвинению в шпионаже с момента окончания Холодной войны. 19 июля Свердловский областной суд признал Гершковича виновным по статье о шпионаже и назначил ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Свердловский областной суд вынес приговор гражданию Свердловского областного суда Гершковича. Он признал виновным по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации «Шпионаж». Обвинительное заключение по делу было утверждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации. В суде достоверно установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты «The Wall Street Journal» Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года в Сиборской области собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК Урал-Вагон-ЗОО» по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия им совершались при соблюдении тщательных мер конспирации. Свердловский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя Гершковичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправильной колонии строгого режима. Насколько вы довольны решением судов? Решение о законности приговора будет принято после его получения и изучения. Представьтесь, пожалуйста, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Аздоев Микоэль Тагирович. Следствие утверждает, что журналист был пойман с поличным, но никаких доказательств этому не было предоставлено. И сам Гершкович и Wall Street Journal эти обвинения отвергают, а Белый дом назвал их смехотворными. Госдеп США официально считает Гершковича неправомерно задержанным. Это значит, что американские власти будут пытаться вернуть его путем обмена. Дело Эллена Гершковича ярко демонстрирует абсурд и диктатуру царящей в современной России. Спасибо за просмотр. С вами была Мария Нуйкина. Специально для Световижн. Подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео, чтобы правда звучала еще громче. Продолжение следует...